Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Горянка с травматом. Подробности стрельбы на свадьбы в Кайтакском районе узнаем через минуту. Скорая помощь в горы и не только. Еще 28 машин получили медучреждения городов и районов республики. Помогая армии, помогаем стране. В Махачкале продолжается сбор помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Победный путь к Кубку России. Махачкалинская «Динамо» вышла в следующий раунд турнира, обыграв в гостях курский авангард. Веселое торжество для нее закончилось грустно. В Кайтакском районе женщина открыла стрельбу на свадьбе. Уроженка села Маджолис на радостях три раза выстрелила в воздух из травматического пистолета, распугав при этом остальных приглашенных. Теперь она подозревается в хулиганстве и доставлена в отдел полиции для разбирательства. Свои действия задержанная объяснила переизбытком эмоций. К другим темам. Еще 28 санитарных машин отправлены Минздравом республики в медицинские учреждения городов и районов Дагестана. Машины приспособлены для езды по сельской местности и укомплектованы носилками для транспортировки больных. В церемонии передачи ключей главврачам и водителям больниц приняли участие чиновники правительства, министр здравоохранения и другие официальные лица. Отметим, что всего в этом году к обминам региона закуплено более 90 единиц санитарного автотранспорта на сумму 81 миллионов рублей. Благодаря нацпроекту здравоохранения, подпроекту модернизации первичного звена, имеем возможность в республику завести 91 машину такого характера, для того, чтобы они обслужили наши поликлиники. Это будет удобство и для пациентов, удобство и для врачей. То есть все будет мобильное. В прошлом году были машины, но сегодня 91 еще санитарного сентября получили возможность завести в республику машины. То есть идет уже поступательное движение вперед. В Махачкале продолжается набор вещей, необходимых для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Пункты сбора развернуты для удобства горожан по двум адресам – Малыгина, 39 и Исмаилова, 46 Г. В своем обращении к горожанам Салман Дадайв еще раз напомнил, что любой желающий может присоединиться к акции и помочь защитникам Родины. Несмотря на то, что Министерство самообороны личный состав обеспечен полностью, есть товары первой необходимости, которые на первый взгляд нам казалось бы, что мы в быту их не замечаем, но тем не менее, учитывая то, что ребята находятся практически на линии фронта в полях, в землянках, и рядом нет ни трубопроводов, ни газопроводов, элементарные влажные салфетки, бутилированная вода, при необходимости консервы. И такие товары, как прорезивные коврики, так как ребята находятся в землянках, чтобы влага не проступала. Наступает зима, и было бы неплохо позаботиться о наших ребятах и оказать им помощь спальными мешками. Бывает такое, что во время арт-обстрелов в блиндажах сыпется земля с потолков, поэтому неплохо было бы помочь укрытым материалам. Много таких товаров мы не замечаем, когда голова заболела, мы можем обратиться, поверить в аптеку, купить лекарства, а там шаговой доступности такого не бывает. Поэтому мы обращаемся к вам. Если у вас есть желание присоединиться к нашей акции, то оказать помощь примерно теми товарами, которые я перечислил. Тем временем в актовом зале Кумыкского театра прошел республиканский форум «Я люблю Россию», организованный Министерством по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. Основная цель мероприятия – поддержка российской армии и курса Верховного главнокомандующего. По словам главы Миннация Энрика Муслимова, сейчас настал момент, когда дагестанскому обществу надо выступить единым фронтом и не поддаваться на провокации, направленные против единства и целостности России. Совсем на днях Зеленский попытался внести раскол в дагестанское общество, обращаясь к дагестанцам и другим народам Кавказа. На фоне изучения имама Шамиля, понимая, какое значение имеет это слово для дагестанцев и для кавказцев, но у них ничего не получилось и никогда ничего не получится, потому что мы, дагестанцы, это единый народ. Несмотря на то, что много нас знали, когда возникает внешний угроз, мы объединяемся, и в 1999 году, когда, казалось бы, после развала великого государства, разрозненное национальное движение и так далее, объединились, отбросив все свои имеющие мелкие противоречия, объединились и дали отпор. Именно поэтому президент Утуб сказал, в виде как они защищают свою землю, я еще больше полюбил дагестан и дагестанцев. На форуме выступили также гости из других регионов, официальные лица республиканской власти и представители общественных организаций. Обращаясь к молодежи, они призвали ее не идти на поводу у провокаторов и ценить историю своей страны. По следам праздника. День учителя торжественно отметили в Дагестане в Русском драматическом театре. В мероприятии принял участие премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он вручил почетные грамоты лучшим педагогам региона за их добросовестный труд. Тому делу, которому посвятило все свою жизнь, оказывает всякую поддержку школьникам, является учредителем ежегодной премии победителем Олимпиады. Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный упрак в дело воспитания и образования нескольких поколений юных на дистанцию, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учителям, достойным продолжателям традиций этой благородной профессии. Уважаемые друзья, сегодня в зале у нас присутствуют педагоги со стажем работы более 50 лет. Отрадно отметить, что наши педагоги принимают активное участие в профессиональных всероссийских конкурсах и достойно представляют республику на федеральном уровне. По итогам мероприятия двоим учителям присвоены звания «Заслуженный работник образования Дагестана» и 12 педагогам «Заслуженный учитель республики». Отметим, что в школах республики на данный момент работают свыше 45 тысяч педагогов. Более 6 тысяч лет назад появились первые школы, первые учителя на востоке, в районе Осирии, Вавилона. И с того самого времени, вот как раз, когда начало просвещение приносить свои клады, оттуда и пошел расцвет нашей современной цивилизации. Без нас невозможно ни одно будущее, поэтому работа наша очень серьезная. Еще раз желаю нам успеха в нашем нелегком труде, успеха в нашим ученикам и человеческого счастья всем. Спасибо большое. И к новостям спорта. Махачкалинский «Динамо» вышла в пятый раунд Кубка России. Дагестанский клуб в гостях одолел курский «Авангард». Матч завершился со счетом 2-0. Оба гола пришлись на последние 10 минут встречи. На 80-й минуте игры защитник Идар Шумахов нанес точный удар головой после подачи с фланга от Абакара Гаджиева. Поставил точку в матче полузащитник Рамазан Абдурагимов, который реализовал выход 1 на 1. Матчи пятого раунда Кубка России пройдут с 1 по 3 ноября. Пара команд определятся в ходе жеребьевки. На поле Анжиарены «Динамовцы» выйдут уже 9 октября. В 13-м туре первой лиги клуб из Дагестана примет Уфу. Рамазан Абдурагимов между ног Егору Скоробогальдска мяч отправил. 2-0. Динамо мчит в пятый раз. Пять радагестанских боксеров добрались до полуфинальной стадии чемпионата России. Соревнования проходят в Чите. За выход в финал будут боксировать финалисты Олимпиады в Токио. Муслим Гаджи Магомедов. Чемпионы страны разных лет. Расул Салиев, Джамбулат Бижамов и Шарапудин Атаев. А также тяжеловес Магомед Султан Мусаев. Полуфиналы пройдут 7 октября. Спортсмены, уступившие на этой стадии, получат бронзовые медали. Всего в Чите выступает более 300 мастеров кожаной перчатки из 64 регионов России. Победители соревнований в каждом весе получат полтора миллиона рублей. Фестиваль «Бега» с участием свыше 3000 участников и зрителей пройдет в Махачкале. Заявлены три дистанции – 12, 5 и 1 километр. Начало маршрута – центральная площадь столицы. И далее на север, вдоль моря. Регистрация участников – 8 октября в 12 дня. Старт забега – 9 октября в воскресенье в 8 утра. Мероприятия будут сопровождаться конкурсами, подарками, а победителей ждут награды. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова